МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа новинный регион, у студии Катерина Градницкая. Витаю вас. Мне нравится эта работа и достойный день. Что пропануе компания летней занятости молоди? Рыжим забороны. Прыпынено купание у трех водоемах Могилева и Могилевского района. Узгадать самим и детям рассказать, яким был Могилев у 70-е и 90-е годы минулого ста годзе. Пока же выстава иншый час. У Крышеве открылась новая вытворчасть. На мясовом филиале хлебобулочной компании «Домачай» запрацовала линия по выработке кукурузных палочек. Китайская техника, пять новых працанных мясов и план на реализацию продукции на у сходе Могилевшины и у помежных районах России. Крышевская линия по вытворчеству кукурузных палочек – другая у хлебобулочной компании. Добро працует и продукция МАЭСБЫТ. Тому другая линия открылась у Крышеве. Отколь продукцию можно будет накировывать и у помежные российские районы. Весь проект будет стоить где-то 600 тысяч. Это новых денег или 6 миллиардов по-старому. И, значит, деньги, пока мы все перевооружение это делали за счет собственных средств. Будем привлекать кредиты банков. Наша задача – иметь стабильное товарное производство, новые виды внедрять в продукции и сохранять коллективы по возможности создавать новые рабочие места. Адметность популярного во все часы на детячих голосунку – у тым, что это безглютеновый продукт. На вытворчесть минавиты таких продуктов, запотребованных во всем свете, робить у перспективе ставка уся компания. Реализация хлебобулочной продукции скорочается, але растет опыт на кондитерские выробы. У Крышевским филиале палочки будут складать пятую частку от агульных объемов вытворчасти. Должна быть какая-то перспектива и нужно думать о будущем, потому что сегодня рынок практически переполнен продукцией и нужно шагать в ногу. И тогда успех обеспечен. Линия поспехово запущена и гости церемонии открытия убачили первую продукцию. Линия будет выраблять 12 тонн кукурузных палочек на месяц. Конечно, хорошее производство, главная новинка для нашего района. Я думаю, будет пользоваться спросом не только у наших жителей, у нашего города, но и районов, может быть, в Беларуси и не только за рубежом. Гэта новая вытворчасть невеликий, але складник агульного руху в межах программы развития паудневого ухода Могилевшины. Крышевский район один из семи, где дейничают преференции для бизнеса. Вытворчасть будущих материалов, древа, працовка, фермерство развиваются наибольшие. Мы считаем, что, конечно, в рамках этого указа мы движемся и будем двигаться, и в дальнейшем будем открывать новые предприятия. Сегодня, буквально на следующей неделе, будет серьезный разговор с китайскими инвесторами по выращиванию грибов. Илона Иванова, Миколай Соболев, Новины региона. Здесь и коллектив хороший, и условия работы, и всё-всё-всё. А вот другая группа малюе картины. Сдавалась обзвычайная расфарбовка, а отрымливается соправдный твор мастатства. И хлопчикам, и девочинкам заняты к досподобы. Павел, выпускник, увольный от доступных испытывчатств, працует в этом центре. Я обычный парень, не ходил в никакие художественные школы. Я перешёл просто с дома, потому что я хотел работать. И здесь я провожу своё время интересно, и мне помогает мой коллектив. Мне нравится эта работа и достойные деньги. 100 рублей за 10 працованных дён – это добрый заробок, кажутся юные работники. Праца по силах и на радость. До того же, каждый после працонной декады отрымает и працонную книжку. Ребята приходят с большим удовольствием, приходят они сами. Многие из них задерживаются на большее время, чем им нужно. Видно, насколько им это нравится, насколько они заинтересованы в своей работе, и насколько они хорошо и качественно работают. Это очень и очень важно. Занятость молодей у час летних каникул финансуется со сродка удержанного позабюджетного фонда социальной обороны. Алена Мельшанкова, Денис Бутылин, Новины региона. Пытание про экономику, цена утворения, статистику и анализ можно будет задать в субботу, 8 липеня. В этот день традиционную промую телефонную линию проведет наместник старшиня Балвыконкама Виктор Некрашевич. С 9 до 12 годин можно оттелефоновать по номеру Могилеве 50 18 69. У той же час промые телефонные линии пройдут во усих городских и районных выхонавчих комитетах в области. Например, у Могилевским гарвыконками телефонование примет первый наместник старшиня гарвыконкама Александр Веракса по номеру 25 84 42. А у Бобруйским гарвыконками на пытание откажет наместник старшиня Инна Ануфраева. Телефон для совязи у Бобруйску 76 21 41. У Кострышницким районе Могилева открытый первый в области кризисный дом. У им одночасово могут знаходиться две семьи, які опынулись в тяжкой житевой ситуации. И, як показывая практика, отримание часового притулку послуга запотрабованная. Это спальное помещение, где люди могут размещаться и здесь отдыхать. Вторая комната, да, тоже она для двоих человек. Это тоже спальная комната. Душевая кабина. Здесь, ну вот, все подключено, все работает. Горячее холодное водоснабжение. Здесь у нас находится такая мини-прачечная. Есть кабинет для занятков, место для отпочинку, кухня с усе необходной техникой. А пошним часом люди, які у семьи сутыкнулись с выпадками психофизичного хвалту, у односинах до себе, усе часей свертаются за допомогой до специалистов. Не соромятся рассказывать про свои проблемы. Семейное насилие, оно где-то даже скрыто. И когда мы начинаем работать с детьми в школе, уже с подростками, мы выявляем все новые-новые факты. Люди, как правило, стесняются, боятся чего-то. Сюда же они могут спокойно обратиться. И здесь им помогут, их защитят. На то время, пока мы будем работать с тем же насильником или насильницей. В каждом районе Могилевской области созданы кризисные комнаты. Кризисная комната была и ранее создана, и в центре Октябрьского района города Могилева. Но сегодня произошло открытие кризисного дома. В чём его уникальность? В том, что одновременно несколько семей могут находиться и получать услуги в этом кризисном доме. Настолько нужных и важных учреждений для наших людей, которые попали в ту или иную непростую жизненную тяжёлую ситуацию, и которые сегодня будут иметь возможность не только реабилитации, а будут иметь возможность и профилактики выхода из этих кризисных ситуаций. У кризисным доме могут часово жить и одинокие со старелы, например, подчас ремонту у их хате. Открытие кризисного дома стало махчымым, дякуючи спонсорской допомозе и пазобюджетным сродкам. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболёв, Новины Регионы. До помога со старелым справа не только молоди, а и людей во взросле. Это доказывают удельники ветеранских клубов Могилёва, бо многие из волонтёров берут шефство над знамоглыми земляками. Своей умение допомогать справой и словом они продемонстровали подчас конкурсу «Вось моя рука». Задание для волонтёров весело и с гумором повиншевать своих подопечных с днём на роджение. Усмешки и аплодисменты от глядачов отрымливают усе. Вельми добрые, они ведают ты, до кого приходят. С покупками, газетами, да и просто с добрыми словами провитания. Если у тебя есть доброе сердце, ты будешь помогать. Так что будем мы дружбой крепить, будем дружить, будем друг другу помогать. И в одиночестве, особенно у меня много одиноких, не оставлять. У нас есть такое направление работы – свободные уши. То есть человеку нужно выговориться, он целый день один. Или по телефону, или при встрече он рассказывает. Вдвоём они уже определяют, как выйти из этого положения и, в общем-то, ищут эти выходы. Пожилые волонтёры на сцене с актёрами, які выконывают ролью их подопечных. Бо опошние по стане здоровья не могут тут присутничать. Вось и Алла Денисевич рассказывает, як наведывая свою подопечную, былую вязницу войны. Жаншаны спели и навод станцевали. Любимая справа уже нереально у жити для сострелыха человека. А лево у споминах и на сцене, и она на сам рэдж оживая. Забота о этих людях – вот это главное. И вы знаете, что сами понимаем, что мы будем когда-то в этом месте. И восхищаешься тем, что они прошли голод, войну, разруху на своих руках, на своих плечах. Просто хочется приклониться перед этими людьми, то, что они такой ад видели, такое всё, и они не сломились. Они просто тяжели, они просто любят жизнь. А жизнь, добавок, любит их. Ветеранские клубы областного центра узяли шества над десятками мигеляучан. И для этих людей волонтеры часом одинная поддержка. Живу одна, одиночество. А вот такие встречи, такие общения, они спасают. Чувствую, что ты не один. Лепшим признано выступление волонтера Миры Джалиашвили. Да помогать стал им ей наличить своим обовязкам. Это очень важно, потому что пожилые больше понимают пожилого человека. Олеся Рыбалка, Виталий Алексеенко, Новинир Геона. У Крычеве сутукнулись две маршрутки. Авара отбылась на улице Ленинская, каля припынку громадского транспорта. По информации Держаута инспекции, транспортные сродки, які рухались попутно, не подялили дорогу. У вынику ДТЗ водитель одной из маршруток отрымау травмы, его забрали в больницу. Пассажиры маршруток не потерпели. З 6 липеня припынено купание у трех водоемах Могилёва и Могилёвского района. Так детям и дорослым заборонено купаться на РЦ Днепр у межгородского пляжа Могилёва. У зонах пляжа у Калявёски-Палыковичи и на водоеме Калявёски-Вильшицы. По информации санитарных служб, припынили купание у су-вези с погоршением якости воды по микробиологичных покашиках. Качество воды колеблется в зависимости от погодных условий, в зависимости от времени суток, от количества выпадающих осадков и так далее. Поэтому здесь сложно сказать. Вроде бы такой явной повышенной температуры в последнее время мы не наблюдаем, но тем не менее большое количество дождей, возможно, в связи с этим мы проверяем еженедельно. Субтитры делал DimaTorzok После решения Руси язычницкие поверья тесно пераплялись с христианскими традициями. Так 7 липеня православная церква шануя Иоанна Христителя. В уголе у народе купальня лечится самым чаролным святом. На его шукали папоротька ветку, якая приносила счастье владальнику. Ворожили, сбирали зелки, лечилася, что они самые лечебные и обовязково веселились. Убачить, каким был Могилёв в 70-е и 90-е годы, минулого 100-го года, можно, когда зазернуть в окна центральной библиотеки на улице Першамайской областного центра. Там открылась выстава-фотосдымка у Ирины Савосиной «Инший час». Час был иншим, падавалася, что тёк он больше повольно, чем теперь. На этой невеликой выставе собраны здымки, якие были сделаны наприконцы советской и у перебудовочной эпохи. И по водле аутара Ирины Савосиной, я не святчат, что Могилёв расте и меняется несумненно у лепший бок. На этих здымках можно убачить те места города, якие моц не змянились. Те памятують могилявчане, коли в улице Ленинская не была пешеходной, як будавался новый мост Празднепр и Мемориял на Буйницком поле. Меж тем перетворения отбываются и теперь. Вось такая была площадь перед домом быта и диагностичным центром. А теперь тут великая будовля, якая знову зменит центр Могилёва. Они мне были интересны тем, что запечатлены места, которые сегодня очень сильно изменились. То есть это совершенно другое время, другая архитектура. Может быть, в этом есть нечто ностальгическое и очень симпатичное. Вот, например, фотография 1978 года сделана с лодочной станцией возле моста по Пушкинскому проспекту, но там на дальнем плане попала Советская площадь с колесом обозрения. Там ничего нет больше. И вот этим это привлекательна фотография. Телеканал «Беларусь-4 Могилёв» покажет телеверсию святошных концертов, які отбыліся на площади Ленина и площади Славы в Могилёве. У суботу, 8 липеня, «Виват Могилёв-750», у неделю, 9 липеня «Наша земля, наша родима Беларусь». Початок трансляции у 21.00. Дарэч и полную версию 3D-маппинг-шоу на площади Ленина и святошный фейерверк, присвященный дню народжения Могилёва, можно убачить на сайте телеродекомпании «Могилёв». И еще больше новин на нашем сайте tvrmogilio.by А я с вами развитываюся. До встречи у эфиры. Субтитры подогнал «Симон»